Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема нашего первого вводного вебинара это как мы будем работать в мастерской. Сегодня у нас запланировано два выступления. Первая часть, моя первая часть, это как мы будем работать в мастерской. И немного я расскажу о заданиях первого модуля мастерской. И вторая часть, как работать в Вике, эта часть для вас подготовила Галина Игоревна, коллега. Я думаю, что вы уже поучились в этом году дистанционно где-то, так же как и мы с Галиной Игоревной. Очень много было самых разных дистанционных обучающих мероприятий, видимо, в связи с особенностью нынешней эпидемиологической обстановки, а также в связи с тем, что у нас появилась в нацпроекте такая возможность обучать библиотекарей. Сейчас очень многие и университеты культуры, и крупные региональные, федеральные библиотеки организуют самые разные дистанционные курсы. В чем же отличие нашего курса, который проводим мы на портале Вики Сибириада? Если вы полистали страницы Вики, возможно, вы уже обратили на это внимание, или, возможно, вы еще не приступали к материалам нашей мастерской. Но первое отличие – у нас не будет длинных лекций, у нас не будет тестов, не будет харизматичных лекторов. То есть наша мастерская сугубо практичная. Вам придется работать руками много, потому что придется создавать разнообразные электронные продукты, и совместными нашими усилиями мы будем создавать содержание нашей мастерской. То есть итогом нашей мастерской будет в том числе и такой коллективно созданный контент, который будут создавать все участники нашей мастерской. Поэтому в ходе мастерской какие-то наши материалы могут меняться, взаимозаменяться. Может быть, мы можем еще что-то вам предложить. Мы будем ориентироваться на нашу аудиторию. То есть с какой скоростью и с каким пониманием, как работают наши слушатели. Уже вот когда я готовилась к этому первому вебинару, я посмотрела ваши анкеты и поняла, что мне придется вернуть в эту мастерскую все четыре вебинара, потому что иначе слушателям будет очень сложно работать в нашей мастерской. Вебинары все будут исключительно практические, то есть как выполнить задание конкретного модуля. Для кого мы проводим нашу мастерскую? Ну, я понимаю, что там у нас на главной странице написано, что мы проводим для библиотекарей, педагогов-библиотекарей, для всех тех, кто работает с детьми. Со школьниками, подростками. Но для кого? Для тех, кто хочет получить какие-то практические навыки, умение работать с диском Google, потому что многие наши задания необходимо будет выполнять, использовать диск Google. И для тех, кто хочет научиться работать в Вики-среде. То есть вы познакомитесь с Вики-форматированием, научитесь создавать Вики-странички, вставлять какой-то сторонний контент на Вики-странице и организовывать и проводить сетевые мероприятия, ну вот в нашем случае сетевую акцию, опять же, на портале Вики-сибириада. То есть вот конкретно вот эти вот практические навыки слушатели, прошедшие до конца нашей мастерской, они их должны получить. Что еще я хочу сказать? У нас запланированы временные рамки для каждого модуля. Я прошу заранее задания не выполнять. Почему? Потому что, как я уже говорила, у нас будет возможно, что, во-первых, возможно, что мы будем что-то менять в модулях, ну, исходя из возможностей нашей аудитории слушателей. А во-вторых, часть заданий предполагает, что вы будете работать в группах. То есть не только индивидуально задания выполнять, но и работать в группе. А это очень неудобно, если вы уже все попробовали, выполнили, и вам неудобно будет кооперироваться и создавать что-то общее в группах. То есть, ну, примерно одинаково должны люди идти с одинаковой скоростью по модулям. Ну, это такие вот наши пожелания. Конечно, у вас могут быть свои цели и свои задачи. Мы свои цели озвучили. Каждый, я понимаю, слушатель приходит со своими учебными целями, и у него есть свои какие-то задачи. Вы, может быть, у вас стоит задача просто посмотреть, что такое дистанционная мастерская и как она проводится конкретно в Вике Сибириаде, или как конкретно Елена Григорьевна с Галиной Игоревной проводят дистанционную мастерскую. Это тоже нормальные цели, вполне могут такие быть. И мы считаем, что все, кто пришел со своими целями и задачами, вполне могут реализовать свои цели. Пожалуйста. То есть мы никого не выгоняем, свои материалы не закрываем. Все это выставляется в открытый доступ. Можно просто, конечно, прослушивать вебинары, читать какие-то материалы, ну, со своими какими-то целями. Пожалуйста. У вас могут быть... Вы имеете право, как это Пинак говорил, читать или не читать там. У нас то же самое. То есть вы можете ставить свои учебные цели и задачи. И это нормально. Так, что я еще хочу сказать в своем вводном слове? Ну, пора уже, наверное, переходить непосредственно к слайдам. Как вы видите, вот на этом слайде в Вики мы провели уже почти 100 сетевых акций. То есть это самая распространенная форма сетевой активности, которая проводится в Вики Сибириаде. Если кто-то не знает, то Вики Сибириада – это ресурс, образовательная среда, созданная для коллективной деятельности всех участников детей и взрослых в сетевых активностях разной направленности. Ну, вот сетевая акция – это как раз самая, ну, наверное, простая форма коллективной деятельности по созданию общего какого-то электронного продукта. Как разработать и провести сетевую акцию, именно этим мы и будем заниматься в нашей мастерской. Для того, чтобы познакомиться с акциями, которые в разные годы проводились в Вики Сибириаде, вы можете на главной странице Вики нажать на ссылочку «Вики школа» и у вас откроется страница, на которой собираются ссылки на разные сетевые активности. Щелкните по названию «Сетевые акции» и как раз вот эта вот общая страница со ссылками на все акции откроется. В разные годы мы проводили разное количество акций, но вот наиболее активно увеличилось количество акций и участников сетевых акций. Это где-то в 2016 году, когда мы начали проводить… Ну, сначала это был модуль в дистанционном обучении, а затем мы стали проводить такие мастерские сетевые акции в библиотеке от идеи для реализации. Ну, вы видите, мы провели две таких мастерских, посвященных только сетевым акциям в 2017-2018 году. Потом в 2019 году у нас уже был перерыв, мы решили, что всех желающих обучили, и все желающие могли принимать участие в специальной акции, которая называется «Календарь сетевых акций». То есть участники этой акции разрабатывали сетевые акции для календаря следующего года. Затем проводилось народное голосование на лучшую акцию. Ну, вот как это было в 2017 году, вот здесь вот у меня скриншот итоги народного голосования представлен справа. В этом году акция будет проводиться 3-го, 19-го ноября. То есть все участники нашей мастерской смогут принять участие в этой акции и принять участие в народном голосовании. После того, как у нас проходит народное голосование, будет создан такой список, проект сетевых акций на следующий год, которые мы будем проводить. Ну, по согласованию с авторами, ведущими, то есть будет уже по датам составлен проект календаря сетевых акций, и вот этот список, он будет предложен и утвержден на следующий 2021 год. Кто же записался в нашу мастерскую? Ну, вот здесь у меня на слайде, вы видите, всего 93 человека, но сейчас их уже 105, а может быть уже кто-то зарегистрировался. Ну, через два дня мы анкету закроем, пока еще у будущих участников есть возможность к нам записаться. Ну, буквально два дня, и мы закрываем анкету. 100 человек – это более чем достаточно для дистанционной мастерской в том формате, в котором мы его проводим. То есть это предел. Значит, записались библиотекари из 16 регионов России, а также страны ближнего зарубежья – Беларусь, Украина и Донецкая Народная Республика. Вот Казахстана мы пока не видим. Стандартно мы задаем вопрос нашим участникам, принимали ли они участие в дистанционных курсах. Но вы видите на диаграмме, более половины участников не принимали участие в таких дистанционных курсах. Ну, это достаточно серьезный вызов для ведущих мастерской. То есть у людей нет практических навыков дистанционного обучения. То есть для нас будет достаточно сложно. Ну, и из тех, кто принимал участие в дистанционном обучении, почти 90% – это те, кто обучался на Вики-Сибириаде. Ну, это, конечно, хорошо и упрощает нашу задачу. Мы попросили оценить уровень владения интернет-инструментами. Стандартно люди пишут, что они оценивают свой уровень как средний. Ну, вы видите, красный – средний. Значит, низкий – это 15% и 6% – высокий уровень. Каковы наши ожидания от того, что должны уметь участники, приходя в нашу мастерскую? Конечно, мы ждем, что наши участники умеют работать с электронной почтой. В обязательном порядке они зарегистрировались в Google Почте. Это почта с окончанием gmail.com, то есть без аккаунта Google вы работать в нашей мастерской не сможете. Поэтому те, кто при регистрации указал, а такие тоже есть среди 100 человек, указали другой почтовый ящик, просьба срочно завести Google Почту и отправить нам с Галиной Игоревной ваш Google Адрес. Ну, в ответ на наши письма, которые мы рассылаем, в ответ на рассылку. Либо в Вики посмотреть, перейти на нашу страничку обсуждения, написать свой электронный адрес в Вики. Кроме того, я еще хочу сказать, некоторые указали неправильный Google Адрес. Вот если вам не приходит рассылка, пожалуйста, обратите на это внимание. То есть мы уже отправили, ну, два письма, наверное, как минимум. Если вам на почту наша рассылка, наши письма не приходят, значит, вы указали недействующий адрес. И поэтому наши письма до вас не доходят. И это значит, что у вас нет аккаунта Google. Вполне возможный вариант, что у вас и аккаунта Google нет. Поэтому обратите на это внимание, заведите рабочую почту Google и начинайте выполнять задания нашей мастерской. Так, я перехожу дальше, к следующему слайду. Итак, как я уже говорила, мы будем прокачивать навыки в двух основных сервисах. Это диск Google. И для работы с диском Google вам обязательно в порядке нужен будет аккаунт Google. И это Вики-среда. Для того, чтобы работать на портале Вики-сибириада, вам необходимо будет зарегистрироваться. Работать на портале могут только зарегистрированные участники. Если у вас не будет регистрации в Вики-сибириаде, вы работать, создавать и изменять странички, редактировать не сможете. То есть, вот у вас должно быть два аккаунта. Аккаунт Google и аккаунт Вики-сибириаде. Значит, все материалы нашей мастерской размещены на портале Вики-сибириада. Есть главная страничка. Вот она. Скриншот сделан с главной странички. И есть подстранички для каждого модуля. Четыре модуля. Есть страничка участники. И есть страничка итоги нашей мастерской. На страничке итоги будут размещены сертификаты. Сертификаты негосударственного образца. Это просто сертификаты от областной детской библиотеки. То есть, лицензии на образовательную деятельность у нас нет. Поэтому сертификаты, вот эти, которые вы получите, цифровые, они негосударственного образца. Так, на страницу мастерской. Можно перейти с любой страницы Вики с помощью баннера. Вот он здесь вот размещен, на котором написано сетевые акции в библиотеке. Ну, вот стрелочка на него показывает. Щелкнув по этому баннеру, вам откроется главная страница мастерской. Либо вот из плашки, которая размещена на главной странице Вики Сибириады, вы также можете перейти на страницы мастерской. После того, как вы зарегистрируетесь в Вики Сибириаде и создадите личную страничку, мы предлагаем вам разместить на вашей личной страничке юзербокс значок участника нашей мастерской. Для этого вам необходимо будет скопировать вот эту формулу в двойных фигурных скобках, двоеточие и надпись юзербокс, двоеточие сетевые акции 2018. Ну, так, надо проверить этот юзербокс. Надеюсь, что это не ошибка. Надеюсь, должно быть формулу про перепроверю. Так, и рассылка. Посмотрите, значит, если вы по какой-то причине не получаете наши письма, вам необходимо будет всю информацию, можно будет посмотреть в разделе рассылка. Или на странице рассылки. То есть, все письма мы выставляем в Вики Сибириаде. Вот на страничке рассылка, которую видно и на главной странице мастерской. Вот, если вы увидите, что писем очень много, а вам не пришло ни одного письма, то это значит, какие-то проблемы с вашим электронным адресом. Программа нашего курса состоит из четырех модулей. И посмотрите, как я уже об этом говорила, то есть запланированы какие-то временные рамки для каждого модуля. Конечно, вы можете чуть быстрее, чуть позже делать, но желательно, чтобы все-таки это было не больше, чем плюс, допустим, там, два дня. Иначе будут проблемы с работой в группе. Модуль 2, электронно-читательский дневник, мы сдвинули на 28 число, потому что у нас там 27-го областной семинар. Вот с 28-го Вики мы уже все поправили, но здесь на моих слайдах старая осталась дата. И все остальное не изменилось. Вот как здесь есть, так и будет. Как я уже говорила, в рамках каждого модуля мы будем создавать самые разные электронные продукты. Ну вот в модуле первом это технологическая карта активности. В модуле втором электронный читательский дневник на странице Вики. То есть это будет Вики-дневник. На третьем модуле инструкция по работе с каким-то одним сервисом на выбор. И на последнем модуле мы создадим в группах сетевую акцию. Как я уже говорила, изначально я не планировала вебинары более одного в этой мастерской, но поскольку больше половины наших слушателей указали на то, что они ни разу в дистанционной мастерской не обучались, мы решили оставить 4 вебинара. То есть каждый модуль будет предварять один вебинар. Вы можете зарегистрироваться заранее, но пока еще вот три вебинара, они горят красным, странички не созданы. Ну буквально сегодня я создам эти странички, можно будет зарегистрироваться на каждый вебинар, и тогда вам на почту будет приходить уведомление о том, что до начала вебинара остался один день. Также мы будем предварительно высылать информацию о каждом вебинаре и о заданиях каждого модуля. То есть рассылка будет действовать в течение всей нашей мастерской. Главное вам получать эти письма. Ну если уж совсем будут какие-то проблемы, значит смотрите актуальную информацию на главной странице мастерской письма. Мы туда будем дублировать. Курс состоит, как мы уже об этом говорили, из четырех модулей. В каждом модуле есть одна или две темы. Предлагаются инструкции по выполнению заданий модуля в каждой теме. И материалы вебинаров. Видео, презентация, как выполнять задания модуля. Справочные материалы могут быть избыточные. Но в основном справочные материалы там будут обучалки по работе с конкретными сервисами. То есть вот такая вот структура нашего курса. После того, как вы выполните задание, вам необходимо будет вставить ссылку на ваш электронный продукт в гугл таблицу. Вот левую колонку, самую левую, я заполняю сама. То есть здесь у вас доступ закрыт. Участников из заявочной анкеты я копирую и вставляю сюда сама. Но у вас есть возможность работать вот в ячейках каждому заданию. Вы можете каждому заданию, у вас есть доступ вставить сюда ссылку. Допустим, вот создать технологическую карту, вы вставляете ссылку на технологическую карту. Каждое задание оценивается в баллах. В конце модуля, вот зеленым выделены столбцы, мы выставляем баллы за каждый модуль нашим участникам, тем, кто выполнил задание. Затем нужно будет по окончанию всех модулей заполнить итоговую анкету. Рефлексию за это также будет выставляться баллы. И затем все баллы суммируются. И по результатам мы выписываем вам электронный сертификат. Для получения сертификата необходимо выполнить 75% заданий и набрать 30 баллов. Это минимальное количество, максимально там, по-моему, 46, сейчас я уже не вижу здесь. Ну, где-то вот примерно такое количество баллов нужно набрать. Значит, что еще есть в таблице? После того, как вы вставите вашу ссылку на электронный продукт, кураторы обучения закрашивают ячейку разными цветами. Ну, если задание выполнено и нет никаких замечаний, значит, ячейка будет закрашена зеленым цветом. Если есть какие-то замечания, значит, ячейка таблицы закрашивается желтым цветом и пишется комментарий. То есть, допустим, Мария Ивановна, у вас вот то-то и то-то не сделано. Исправьте, пожалуйста. Можно комментировать и вам тоже. То есть, у вас есть права комментировать. Вы можете написать какой-то комментарий в ответ, почему вы что-то не сделали или наоборот, замечания выполнены, все сделано, можете написать. Если у нас какие-то проблемы, например, ссылка на ваше задание не открывается, это самая частая проблема. То есть, вы не предоставили открытый доступ к вашему электронному продукту или неправильно ссылку скопировать, тоже бывает. Значит, ячейка будет закрашена красным цветом. Поэтому просьба, значит, проверять после того, как вы вставили свои ссылки, проверять, каким цветом закрашена ваша ячейка. Вполне возможный, вероятный момент, когда мы сразу, ну вы только сделали, мы не успели проверить ваше задание. Мы постараемся проверять выполнение заданий утром, вечером, в обед, возможно, в какие-то дни, когда у нас будет такая возможность. Но задание мы обязательно проверим. Вот. Но, возможно, не через пять минут и даже не через час. Но в течение дня мы постараемся все проверить и написать при необходимости комментарии. Я думаю, что вот по таблице больше вопросов не будет. Если по какой-то причине вы не сможете работать в таблице или вас нет вот в столбце участники, да, обязательно сообщайте об этом письменно кураторам обучения, чтобы мы могли вас вставить, внести в эту таблицу. Значит, еще раз повторяю, у вас есть право доступа работать вот в бесцветных, в белых ячейках. Зеленые, цветные, цветные столбцы для вас закрыты. То есть вы не можете редактировать в этих столбцах. Ну и последний там, где сертификат, тоже, я не знаю, открыл, по-моему, тоже закрыто. Просто она цветом не выделена. Вот белые, в белых столбцах, пожалуйста, работайте в своих ячейках, то есть напротив вашей фамилии, имя, отчество. Пожалуйста, не редактируйте чужие ячейки, иначе вы создадите проблему для своих коллег. Ну, это общее правило, когда мы работаем в каком-то коллективном документе. Как я уже говорила, значит, обязательно нужно заполнить анкету участника нашей мастерской. После того, как вы заполнили анкету, вдруг кто-то из наших участников вебинара это еще не сделал, значит, анкета должна быть обязательно заполнена. И тогда в Вики-Сибириаде на странице участники вы должны себя увидеть в общем списке участников. Он идет в алфавите, ну, практически сразу, как только вы заполняете анкету, мы редактируем этот столбец. То есть участники должны быть в алфавитном порядке в столбце в первом. Задать вопрос можно, значит, в почте Gmail. Как я говорила, у вас обязательно должна быть рабочая почта жемайловская. Мы со своих жемайловских почт будем отправлять рассылку, отправлять вам письма. Здесь вы можете, если у вас появится какой-то вопрос, в ответ на наше письмо нажать кнопку, вот в конце письма, ответить всем. Для чего это делается? Для чего я прошу нажать, ответить всем? Для того, чтобы ваши вопросы не повторялись, да? То есть кто-то задал вопрос, и уже те, у кого будет аналогичный вопрос, увидят наш ответ на этот вопрос в своей почте. Ну, для того, чтобы вопросы не повторялись. Есть такое еще хорошее правило вот в таких дистанционных мастерских. Если вы знаете ответ на вопрос, который задает ваш коллега, вы знаете правильный ответ и в этом уверены, вы можете также ответить вашему коллеге, как и куратору обучения. То есть это делается для того, чтобы человек как можно быстрее получил свой ответ. И еще один момент, для того, чтобы не терять нашу рассылку, да, вы можете нажать, вот открытое письмо, когда вы читаете письмо из мастерской, вы можете нажать кнопку поместить во входящие. И тогда вся вот эта цепочка писем, которую мы будем вам отправлять, вся цепочка писем у вас не потеряется, всегда будет во входящей. Ну, просто это делается для того, чтобы было удобнее работать с почтой, а не искать там где-то в другом месте. У нас очень много в гугле вкладок в угол почте. Если мы отвечаем, то может письмо где-то затеряться в отправленных. И немного подробнее о модуле первом, который называется «Сетевые активности с книгой». Итак, как я уже говорила, значит, мы переходим по ссылке к модулю первому на главной странице мастерской. И читаем задание, которое выделено вот таким вот оранжевым цветом. Читаем, что делаем в рамках модуля. Значит, ну вот здесь вот заполняем регистрационную анкету, если вы это еще не сделали. Знакомимся с материалами темы. И затем нам нужно выбрать какую-то сетевую активность, с которой мы будем работать. Ну вот здесь какие-то на этом слайде представлены сетевые активности. Вы можете выбрать свою, которую вы разработали, либо выбрать активность, сетевую активность, которая просто вам по каким-то причинам понравилась. После того, как вы выберете вот такую активность, вы по ссылке переходите вот к такой таблице, которая называется модуль первой «Таблица сетевых активностей». Заполняете строку в таблице, то есть пишите фамилия, имя, отчество, название выбранной вами активности и ссылка на эту активность. Ну где она там в сети расположена? Может быть и не на Вики-Сибириаде, может быть ВКонтакте, где угодно. Вот. Это делается для того, чтобы такая таблица составляется для того, чтобы вы не выбирали одни и те же сетевые активности. Пожалуйста, перед тем, как выбрать свою активность, записать ее в таблицу, пожалуйста, посмотрите в таблице, нет ли уже такой активности в таблице. После того, как вы внесете в эту таблицу свою активность, вы начинаете работать с этой активностью, начинаете составлять технологическую карту. Технологическая карта создается по шаблону. Вам нужно создать копию этого шаблона. Итак, по ссылке вы открыли шаблон, он называется «Технологическая карта сетевой активности». Автор этого шаблона Елена Николаевна Ястребцева. Вы нажимаете на рабочей панели кнопку «Файл». В выпадающем в списке меню вы выбираете «Создать копию» и у вас открывается вот такая таблица. Значит, копирование документа. В строку «Имя» вы вносите название «Технологическая карта», затем «Слэш», «Касая черта» и пишете свое фамилию, имя, отчество. То есть у вас будет такое название Google документа. «Технологическая карта», «Слэш», ну и «Смутнево» или «ЕГ», например. Дальше здесь вы выбираете папку «По умолчанию». Папка «По умолчанию документ сохраняется на вашем Google диске». Если у вас, ну вы активно работаете с диском Google, я рекомендую вам создать папку под нашу сетевую мастерскую. Если вы с диском Google не работаете, вы можете оставить вот мой диск и нажать «Ок». После этого у вас создастся новый документ. Вы владелец документа, у вас есть все права. Вы редактируете этот документ, заполняете технологическую карту. И поскольку этот документ ваш, его кроме вас никто не видит, вам необходимо предоставить к этому документу публичный доступ. Доступ предоставляется следующим образом. В правом верхнем углу всех документов Google. У всех документов одинаково. Презентация это или что-то еще. Ну вот текстовой документ, да. Будет обязательно вот такая синяя кнопка, которая называется «Настройки доступа». Правый верхний угол. Щелкаете по этой кнопке «Настройки доступа». И у вас выпадает вот такое меню. Вот у меня цифра 2. Значит, «Представить доступ». Вам нужно будет нажать вот внизу слева на скрепку. Скрепка загорится синим цветом. И у вас появится, вот как у меня, вот здесь на уже скриншоте номер 3, да, у вас появится вот здесь вот галочка, доступная пользователям, у которых есть ссылка. Вот как только у вас вот здесь галочка, вы видите здесь галочку, либо вы сами можете эту галочку поставить, если ее нет. То есть вы выбираете обязательно доступно пользователям, у которых есть ссылка, и нажимаете кнопочку внизу «Готово». После того, как вы нажмете эту кнопочку «Готово», у вас цвет вашей кнопочки, вот здесь синий, изменится на ярко-оранжевый, или ярко-желтого он цвета будет. То есть вот эта кнопка будет желтого цвета. Тогда, значит, у вас все в порядке, и вы предоставили публичный доступ к вашему документу. Это сделать необходимо для того, чтобы мы, кураторы, увидели ваш документ и оценили. Только после этого вы вставляете ссылку, ну, вставляете ссылку в таблицу «Шаги к успеху». То есть вот эту ссылку, когда у вас вот здесь вот будет публичный желтый доступ, вы вставляете в таблицу «Шаги к успеху». Что мы делаем дальше? Ну, вот эту вот ссылочку вам нужно вставить еще в одно место. То есть у нас есть с вами интерактивная доска, которую я создала в сервисе Padlet. Вам нужно будет вставить ссылочку на вашу технологическую карту вот уже на доску Padlet. У вас в справочных материалах есть обучалка, как вставить ссылку на коллективную интерактивную доску. Но еще раз вот здесь вот вам объясняю, как это сделать. Значит, по ссылке вы переходите. У меня на слайде есть эта ссылка. Она есть в материалах мастерской. По ссылке вы открываете интерактивную доску в сервисе Padlet. Далее два раза щелкаете вот по цветному полю. Ну, там нарисованы, вот я показываю. То есть вы щелкаете по цветному полю. Книжный шкаф там нарисован. Два раза щелкнули левой кнопки мыши. У вас откроется вот такая вот картинка. Вам нужно будет заполнить здесь название title, технологическая карта, слэш, ну, Иванова Ирина, например. После того, как вы вставите название вашей технологической карты, вы нажимаете здесь скрепку. И у вас открывается строка для вставки адреса. Вот тот адрес из браузерной строки, который вы вставляли в таблицу «Шаги успеха». Этот же адрес вы вставляете сюда, в это поле. После того, как вы вставили ваш адрес, у вас сгенерируется вот такая технологическая карта. Ну, то есть ее будет видно. И для того, чтобы сохранить то, что вы создали, вам нужно мышкой щелкнуть за рамками вот этого белого поля. То есть вы щелкаете опять по нашему книжному шкафу. Два раза щелкнули, у вас сохранилась ваша заметка. Все. Если вам нужно будет ее отредактировать, значит, просто наведите мышкой на вашу заметку, щелкните по ней. И у вас откроется рабочая панель, там, где будет карандашик редактировать, либо мусорная корзина удалить. И дальше все то же самое. То есть отредактировали, щелкнули за рамками белого поля, там, вот по нашему книжному шкафу. И все. Значит, вот так сохраняется заметка в сервисе Padlet. Это все, что я хотела вам сегодня сказать. Передаю слово Галине Игоревне. Желаю вам успехов, успешно выполнить первое задание. И вот здесь вот мое пожелание ко всем модулям нашей мастерской. То есть читайте внимательно. Основная проблема слушателей мастерской, мастерских, это то, что мы не умеем читать инструкции. Продпускаем. Поэтому и происходят самые разные проблемы. Итак, передаю слово Галине Игоревне. Галине Игоревне.